К любым перестановкам, будь то Роскосмос, будь то Оборонсервис, будь то еще какая-либо другая структура, я отношусь, в общем-то, нейтрально, потому что сам в этом не участвую. Но со стороны думаю так, что успешный хозяйственник, придя в какую-либо отрасль, все равно способен на какие-то позитивные действия. Например, Шойгу, который, допустим, идет из одной структуры в другую и что-то делает положительное, тому, в общем-то, показательный пример. Я думаю, что, скажем, такой толковый человек, как Рогозин, где бы он ни оказался, он наверняка принесет большую пользу. Поэтому, когда конкретного человека переводят на конкретное место, надо брать его личные качества, а не то, где он раньше работал. Надо посмотреть результаты деятельности на том месте, где он уже был. Если, допустим, раньше по партийным спискам людей переводили из одного места на другое, но шутили люди даже, что развалил, допустим, химию, его бросают поднимать в сельское хозяйство. Развалил в сельское хозяйство, его бросают на культуру. Это бред севый кобыл. Посмотрите, что он делал раньше и что у него получалось. Если у него нигде ничего не получалось, то его бесполезно ставить куда-либо. Его надо угнать в три шеи или пускай занимается чем-то другим разведением кроликов там у себя на даче. Брать конкретных людей и ставить, ну, вникнет он в этот оборонсервис, или там, допустим, в тот же Росатом или куда угодно, он вникнет за полгода, год. Если он толковый руководитель, то он наберет помощников хороших. Я не думаю, что Петр Аркадьевич Столыпин так уж сильно разбирался во всех сферах экономики. Он разбирался замечательно в людях и за ним разбирался в общем, скажем, целом. То есть мог организовать процесс, в организации процесса. И благодаря ему Россия дунула к 2013 году, стала самой обеспеченной, самой сильной страной в Европе. Это просто берется конкретный человек, ставится на конкретное место и смотрим, что он раньше умел и что он будет делать здесь.